Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Меня зовут Юля и в сегодняшнем нашем третьем дне влогмаста мы будем делать распаковку свечей из магазина Bath and Body Works каждый год за энное число дней до Рождества. В Америке случается день свечей и в этот день можно ожидать скидки аж до 65 процентов на свечи. У каждого уважающегося американца на самом деле есть эдакая любовь к свечам и у меня она тоже появилась. Я не знаю как так получилось как бы обычно я всегда равнодушно относилась к свечам, к ароматам в доме, но в общем когда я пожила уже здесь два года я поняла что у меня тоже это появилось. Странно, да? Так вот в этот день можно купить любые свечи, хоть старые коллекции, хоть также абсолютно новые свечи, которые только недавно вышли, да, они какие-то залежавшиеся со скидкой 65 процентов и чтобы вы понимали обычная цена свечей стоит 24 доллара с копейками и в день свечей вы можете купить любую свечу за 10 долларов, ну там с налогами, в общем 10 долларов будем считать так. Я была в шоке когда я пошла в Bath and Body Works. Были огромные очереди, конечно такое не каждый день случается, да, 25 долларов свеча на 10 долларов, конечно это очень хорошее предложение и люди, чтобы вы понимали, вставали в 5 утра, в 6 утра, даже в 4 кто-то, чтобы занять очередь в их ближайшем Bath and Body Works и купить огромное количество свечей, я так понимаю, на целый год. И в этом видео я покажу вам что я приобрела в день свечей в Америке в магазине Bath and Body Works. Не забывайте подписываться, ставьте лайки и давайте начинать. Поехали! Еще, ребят, надеюсь у меня сегодня достаточно хорошее освещение, потому что я сменила немножко background свой и так как мы не напротив окна находимся, окно немножко слева от меня, освещение возможно такое хорошее как оно если бы обычно было, поэтому я заранее извиняюсь, главное что елка в кадре, это то что я хотела в этом видео на самом деле. Давайте нырнем в самораспродажу. Дело в том, что когда вы встаете в очередь, вам сразу дается такой пакет и уже там в этом пакете вы можете видеть вот такие специальные выемки для того, чтобы поставить ваши свечи. Вы можете получить два пакета, три сколько угодно, если вы, допустим, покупаете очень много свечей, конечно. Вот мой чек, я заплатила за все пять свечей, которые я приобрела, 53 доллара, то есть скидка была 72 доллара 75 центов. Это реально очень классно, потому что учитывая, что каждый из них 20 долларов. Да, это очень хорошо. Итак, первая свеча, которую я взяла и я, кстати, ну до этого смотрела видео ютуберов и они говорили какие свечи лучше, какие может быть не очень стоят ваше внимание. И по-моему, про эту свечу говорили и, кстати, мы уже ее зажигали, когда купили их. Эта свеча называется Merry Cookie, такая, знаете, рождественская. Она сладковатая, такой сладковаткий такой аромат и в этой свече можно почувствовать ароматы свежевыпеченных печенек, пенящийся кристалл из сахара, также такой богатый аромат ванили, ну и остальные масла. В общем, свеча на самом деле мне понравилась. Я думала, сначала будет слишком сладкой, но на самом деле это такой прям, знаете, действительно аромат, который не надоедает, то есть он потрясающе пахнет. Если вы любите такие сладковатые ароматы, то обязательно посмотрите на эту свечу. Мне очень нравится дизайн, я считаю, что это потрясающий рождественский зимний дизайн свечи, каким он, в принципе, и должен быть. Мы видим здесь лисенка, которая спешит в свой имбирный дом, и что очень классно, когда вы зажигаете эту свечу, картинка сама подсвечивается изнутри, да, и она как будто бы оживает. Мне кажется, эта свеча больше подходит именно для вот этого времени года, знаете, новогоднее, рождественское время, иначе она будет слишком, возможно, такой теплой по своему аромату и также слишком сладкой на летнее время года, например, но мне нравится аромат. Знаете, напоминает мне чем-то какие-то пряники, но ванильные. Следующая свеча, которую я взяла, называется Endless Weekend. Это уже, понятное дело, их весенне-летняя коллекция, тут даже по дизайну видно, очень миленькие дельфинчики скачут здесь, и мне нравится дизайн сам по себе, а именно цветовая гамма, потому что мне кажется, когда ты зажигаешь свечу, это все будет очень красиво светиться в темноте. Крышечка также, как и в прошлое наше свече, такая металлическая, блестящая. Мне нравится аромат этот, потому что он освежающий, но в то же время он очень сдержанный, какой-то пляжный вайп, потому что, понятное дело, тут нарисован как пляж, море, да. И что у нас по ароматам? Здесь мы видим аромат свежего мандарина, свежего летнего мандарина, магнолии, поцелованные солнцем, и также синяя кокосовая вода. Я чувствую здесь кокос, да, сто процентов. Но это, знаете, такой сладковато-свежий, но больше это, конечно, сладкий аромат. Наверное, он будет таким же сладким, как эта свеча, но я надеюсь, что когда мы будем ее жечь, это все-таки будет более таким, знаете, освежающим запахом, более какой-то пляжный аромат. Хотелось бы, по крайней мере. Следующая свеча, которую я взяла, называется Blueberry Marple Pancakes, или голубичные панкейки с кленовым сиропом. Я купила ее, потому что мой муж, он наполовину канадец, наполовину американец, и я знаю, что он обожает кленовый сироп. И, в общем, я подумала, что я куплю это для него, но он сказал, по-моему, что этот аромат был слишком сладкий. В этой свече, как можно догадаться, есть ароматы голубики, также ароматы свежих панкейков и аромат теплого кленового сиропа. Пахнет она немножко экзотично, я сказала бы, я не сказала бы, что это такой, знаете, прям чисто классический аромат, который я могу слушать своим носом постоянно. Эта свеча больше подойдет вам, если вы любите экспериментировать с запахами в доме, потому что он необычный аромат. То есть, да. Следующая свеча, которую я купила, называется она Cactus Blossom. Мне нравится очень упаковка этой свечи. Она какая-то такая минималистичная, но в то же время в ней есть, я даже не знаю, в ней есть что-то необычное, что отличает ее от других свечей. Дизайн, конечно, на высоте 100%. И эта свеча мне понравилась сразу, как только я попробовала ее в магазине. Потрясающий, невероятно классный аромат. Это, наверное, тот аромат, который я вот хотела бы, чтобы у меня был в доме. Настолько он, знаете, не слишком надоедливый, не сладкий какой-то, не чересчур сладкий, нет. Он прямо вот идеален. Как можно понять уже, это аромат кактуса. Что странно, да, потому что кактус, ну, не все компании, даже косметические компании могут делать что-то с кактусом, что очень вкусно пахнет. Но эта свеча, вау, ребята, вам нужно попробовать ее обязательно, если любите какие-то вот такие не очень навязчивые ароматы. И эта свеча состоит из ароматов цветка кактуса, также кокоса, который поцелован был солнцем, ваниль, также аромат свежего газированного лимона, очень вкусно пахнет. Я считаю, что если б я увидела просто упаковку саму свечи и не понюхала ее, я бы, наверное, прошла мимо. Но когда я понюхала ее, я поняла, что я влюбилась, наверное, и муж сказал тоже, наверное, что из всех свечей это понравилось ему больше всего. Только она универсальная и, ну, не слишком тяжелая. И последняя свеча, которую я взяла, это тоже зимний такой стиль, она называется на фланел. В общем, аромат этой свечи, он немножко необычный, в том плане, что он, знаете, пахнет как вот мужской одеколон. Я не сказала бы, что посмотрев на картинку, я бы подумала, что это аромат таких мужских духов в этой свече, потому что они соответствуют, мне кажется, картинка и аромат. Итак, в этом, в этой свече мы можем почувствовать аромат свежего бергамота. Я не знаю, что это, я напишу внизу обязательно. И также маск, то есть мягкий маск. Действительно тяжеленькая свеча, сравниваю со всеми остальными свечами. Но, знаете, мне кажется, иногда тоже хочется какого-нибудь необычного аромата или даже, возможно, ароматов мужского одеколона. Мне кажется, любая девушка любит такие вещи. Но, в общем, такая вот свеча. Наверное, из всех свечей это свеча и, наверное, вот эта свеча с панкейками, с черникой. Это те свечи, которые, ну, знаете, такие прям, ну, окей, они нормально пахнут, но не самые любимые. Но, наверное, самая любимая из вот всего того, что я купила, это будет вот эта свеча с кактусом. Ну и, конечно, вот эта свеча тоже я в нетерпении попробовать ее и пожечь, возможно, даже сегодня. И такое вот у нас сегодня было видео с распаковкой свечей. Мне будет очень интересно узнать, ребят, покупаете ли вы свечи, любите ли вы жечь свечи дома. Также покупали ли вы хоть раз что-то из магазина Bath & Body Works, потому что знаю, что в России все-таки этот магазин и так распространен, как в США. Будет очень интересно узнать ваши моменты, ваши моменты, ваши комментарии. Я точно помню, что кто-то мне говорил, что когда, ну, люди едут за рубеж, они обязательно заходят в Bath & Body Works и закупаются свечами, всякими мылами, а у них очень много разного ассортимента товаров. Тоже, мне кажется, нужно знать, когда покупать, но вот именно день свечей, это тот день, когда прям вот все идут в разнос и покупают все, что нужно и не нужно, особенно свечи. Интересно ли вам это было смотреть или вы больше хотите, чтобы я как-то макияж показывала и, ну, уход за кожей и так далее, поэтому пишите внизу, я все читаю и всем отвечаю всегда. Ну, я, ребят, с вами не прощаюсь, желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, увидимся в следующем видео, пока-пока!